МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Минском районе выясняют причины инцидента. Число жертв землетрясения на северо-западе Китая продолжает расти. По последним данным, погибли 75 человек. Пострадали более 400. Вишневый рай в глубоком Витебской области стартовал необычный фестиваль. Александр Лукашенко считает необходимым усилить белорусско-российское сотрудничество в сфере реализации калийных удобрений. Об этом президент заявил сегодня на совещании об итогах работы совместной рабочей группы по вопросам реализации калийных удобрений. Напомню, о созданной в мае комиссию возглавил председатель правления Банка развития Республики Беларусь Сергей Румас. В центре внимания рабочей группы вопросы дальнейшей стратегии развития отрасли. Белорусская калийная компания в настоящее время крупнейший экспортер минеральных удобрений с долей более 40% на мировом рынке. Группа закончила работу, подобные письменные доклады, мое имя состоялся. Но я вижу, что до сих пор у нас бытует разное мнение и разные подходы к отдельным вопросам. Поэтому на этом совещании главная наша цель окончательно принять решение и определиться с единой позицией всех органов власти по вопросу калия. Это связано с тем, что у нас появляются новые производители калийных удобрений и не только внутри нашей страны, но и за ее пределами, которые бы хотели в перспективе, как они сегодня заявляют, работать совместно с нами по реализации калийных удобрений через БКК – Белорусскую калийную компанию. А также это будет связано, если это произойдет, с расширением белорусско-российской компании по реализации калийных удобрений. Мы стремимся укрепить свое присутствие как на традиционных для нас, так и на новых перспективных рынках минеральных удобрений. Для этого необходимо усиливать белорусско-российское взаимодействие в данной отрасли. Вместе с россиянами нам будет проще отстаивать свои интересы. Участники совместной рабочей группы озвучили главе государства итоги своей работы. В частности, стороны подписали совместный протокол, основное положение которого и представили сегодня президенту. Стороны пришли к соглашению, что финансирование деятельности белорусской калийной компании будет осуществляться в паритете 50 на 50. Практически по всем проблемным вопросам, которые стояли на повестке дня работы в БКК, стороны нашли необходимые развязки и до конца года, самое позднее, до 1 апреля 2014 года все решения, которые необходимы для увеличения эффективной деятельности БКК, будут приняты. В Минском районе выясняют причины, по которым на территории санатория «Юность» произошла утечка гипохлорита натрия. В момент ЧП в корпусе находились 20 человек. В результате утечки 12 доставлены в больницу, 11 из них граждане России. И старший инструктор бассейна. Он госпитализирован с диагнозом ингаляционное отравление. График движения белорусских поездов, следующих в направлении Москвы, остается без изменений. Накануне поздно вечером в районе станции Бородино на железнодорожном переезде пассажирский состав Москва-Вильнюс столкнулся с легковым автомобилем. В результате ЧП на белорусском направлении Московской железной дороги были задержаны несколько рейсов. Ближе к полуночи движение восстановили. В результате аварии погибли два человека. Ведется следствие. А в Кричеве минувшей ночью сгорели четыре машины. Легковушки по очереди вспыхнули в разных точках микрорайона СОЖ. Одну из них огонь полностью уничтожил. Предполагаемая причина пожара – поджог. Виновный устанавливается. На Витебщине стартовал грандиозный праздник – Вишневый фестиваль. Столицей необычных торжеств выбрали город Глубокое. Этот регион давно славится высокими вишневыми урожаями. Это заслуга местных селекционеров. Именно из их садов вишня шагнула сначала в соседские крестьянские усадьбы, а затем распространилась по всему краю. Сегодня в районе нет ни одного участка, где бы не было такого деревца. Вишню здесь повсеместно называют королевой сада. Во время фестиваля ей посвящают стихи, конкурсы, красоты и кулинарные выставки. Настроение вишневое. Ну, праздник, ну, глубокое для нас, это все время вишни. У нас везде вишни. У нас самый популярный компот – это вишневые. Поэтому вишни. Я рада, что у нас такой праздник появился в Глубоком. То есть, ты откуда с Глубокого? А, там где вишни. Ну, поэтому этим все сказано. Торжества с вишневым ароматом продлятся в Глубоком всю неделю. В память о фестивале в городке появится Вишневая улица. Она расположена по соседству с садом. Его заложили в апреле этого года. Всего 1414 деревьев. Цифра не случайная. Она соответствует году основания Глубокого. Задача стояла перед всем, каждому Глубочану, даже в шутку мы говорили. Наша задача – попасть даже в книгу Гиннеса. Посадить больше и больше. И, поверьте, было интересно.